Какие? Ничего, нет, это да. Ну, это тоже самое. Ну, это уже было у вас, вы все проходили. Ну, было, но у меня не было. Что-то время, по-моему, что-то было. Ну, ты не поменял, а ты стверка сегодня достала. Ну, кто-то хочет методы продажи. Да, я их хочу. Можно заключить. Для стажеров. Ну, еще. Еще раз про опеку. Давайте еще послушать. Какие есть еще? Я могу. То есть, вы заметили два вопроса. Опека и методы продажи, правильно? Все остальные все знают? Опека, вообще, хороший интеллект. Я не знаю, как сделки проходят для себя документально. Что? Ну, как сделки документально. А, опека, это опека. Я думал, договоренно. Как сделки проходят документально? Да. Аккредитив можно разобрать. Взаиморасчеты тогда можно? Давай. Договоренно и договорцессии. Нет, нет. Это про установку. Нет, ну, хотите, могу рассказать. Вот о чем он был. А вы не могли бы еще рассказать касательно ПИФа? Очень интересно. Ну, когда в собственности ПИФ, допустим, находится, какие документы... Согласны с темой? Да, согласны. Да. О, да, вообще интересно. Значит, согласны. Что это такое? Хороший вопрос. Давайте начнем с того, да? Когда у вас происходит взаиморасчет в межкорнационном в базе? Возьмите. 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 Когда происходит вскрытие ячейки, вы это имеете? Да. Но продавец свои деньги никогда видит уже. До этого, наверное. То есть, когда он закладывает парковские ячейки, да? где это происходит есть два вида взаиморасчетов через маркерский счет и через счет то есть аккредитив где сделки мы собираемся все в банке агенты продавец покупатель если простая сделка есть цепочка там куча людей что мы делаем в этот момент ориентуется банковская ячейка на которую нам вкладываются так называемые условия то есть когда продавец сможет подойти к этой ячейке чтобы забрать свои деньги какие это могут быть условия первое договор зарегистрированный купли-продажи то есть была фраза о том что происходят взаиморасчеты после регистрации то есть для того чтобы они произошли продавец должен получить зарегистрированный договор купли-продажи подойти к ячейке предъявить и после этого он может получить деньги что еще может быть основанием для получения денег если у вас ипотека многие банки просят материальная копия свидетельства о госрегистрации допустим вот была сделочка у меня две недели назад ВТБш банком требует доверенно нотариусам свидетельства о госрегистрации а эти расходы на правовых правах вкладывают сейчас смотрим и у них есть фраза в интервью ВТРБ справочка с единомышленного приезда о том что права перешли на другого человека для чего вот это пишется потому что у продавца нет свидетельства после регистрации И если они не договорились с покупателем о том, что он ему предоставит это свидетельство, он может пойти вторым путем, получить ИГРП-справочку и также подойти к китчеру. Какие еще могут быть условия доступа? У нас зарегистрированный человек в квартире. Мы хотим удержать сумму какую-то, либо полностью сумму под выписку. Нам не нужен квартиру нашему покупателю с прописанным человеком, чтобы потом с этим возиться, чтобы его через суд выписать. Не нужно нам этого. Поэтому мы еще одним условием доступа к китчерке ставим. Выписка из домовой книги. Их может быть две разных. Встречная, так называемая. Там, где он уже сейчас прописался. Либо по этому адресу, который продается, что он снят с регистрационного учеба. То есть две разных выпуски. Реально все. Но вот чтобы получить доступ к китчерке. Вместо выдвига можно ЕЖД по новому. ЕЖД можно, да. Но это тоже самое. Единый жилищный документ. Доходит как выписка из домовой книги, так и финансово лицевого, так и справка. А если воздух выписывать? Тогда выписка из домовой книги по этому адресу, который продается. И там будет снятие с регистрационного учета. А как они могут ее получить, если они уже не собственные? Переходят права совершения. Так это происходит вон до сделки. В момент сделки, допустим, он прописан. 12 дней регистрации. У него есть неделя спокойно, чтобы сняться с регистрационного учета. У взрослого может быть штамп в паспорте, чтобы выписать? Ну можно штамп, да. Но я всегда прописываю выписку, потому что штамп я могу сам поставить. Форы не принимают штамп в паспорте. Вот тебе говорю, что банки-то не принимают большинстве. Были банки, которые не принимают штамп в паспорте. Но я почти всегда пишу выписку из домовой книги. Что такое кредитик? Кто знает? Наличный расчет. То есть это счет, на который закладываются деньги не в банковской ячейке, а на счет. И те же условия доступа для сблокировки счета можно прописать и вот сюда. А в течение какого времени происходит сблокировка? Сейчас мы к этому подойдем. Вот это условия доступа. Ячейка арендуется обычно в типа счет. То есть счет он нужен насколько угодно. То есть он будет открыт и есть счет. То есть ячейки это обычный месяц. Вот где-то 25 дней. Это для продавца у нас доступ. И остаток 5 дней покупателя. Продавец может в этот промежуток времени, 25 дней, предъявив вот этот комплект документов, либо что мы прописали. Ну может в один, например, указать. Можем два, можем три. Неважно. Вот он с этим комплектным документом приходит в течение 25 дней. Имеет право забрать свои деньги. В случае нерегистрации договора, ну такого еще не было у меня на практике, но бывает, да? Остается 5 дней для покупателя. То есть он приходит просто с паспортом. Если вот в эти 25 дней продавец не подошел к ячейке, то покупатель приходит только с паспортом и забирает это. То есть фактически он может забрать свои деньги только через месяц? Ну либо это договоренности с продавцом. Если регистрация не произошла по каким-то причинам, они вдвоем приходят и вскрывают эту ячейку. Понятно, да? Кто за это платит, вопрос был. Кто договорит за принесение аванса. Да, то есть реально в большинстве случаев оплачивают покупателя. Потому что у нас даже в авансовых соглашениях мы их можем записать. Но если там большие комиссии, еще что-то, да, то есть мы можем это взять на себя, если так. Ну чтобы не вешать на своего клиента. Может. Это договоренности двух сторон. Давайте бывают случаи, когда нашу комиссию закладывают также в ячейку. Давайте подумаем, что мы можем принять доступом к нашей ячейке. Что-то, например, денег, да, получается? Ну, одна ячейка продавецу. Деньги не мешаются обычно на сделке. Да, то есть есть ячейка продавца, куда закладывать та сумма, которую он получает. Есть ячейка покупателя. Наша, да, агентская комиссия. Что мы можем вот из этого? Как? Договорно. Договорно. Мы можем выпускать ЕГРП, наверное, выпускать домовые книги, если у нас, если собственно. А нам это нужно? Нет. Ну, мы же как бы соблюдали свои обязательства по части выполнения договора. Смотри, у нас в данном случае, да, отвечаем за что? Ну, за юридическую чистоту сделок. Ну, давай так, да, а еще до что? Чтобы сделка прошла. Чтобы сделка прошла. То есть для нас доступом будет договор. Но не регионал. У нас он будет на руках. Если наша это регистрация, но еще можно, да, сказать, что он у нас, вон, Виталий привез, он у нас есть. А если регистрация не наша? Ну, тогда выписка региона вполне будет. Нет. Тогда у нас будет копия. Копия? Это реально заверенная или просто? Нет. Обычная копия. Ну, да. То есть у нас должна быть копия с ответкой о том, что он зарегистрирован. Да, естественно. Или, соответственно, копия, которая подается у нотариуса, если через нотариус сделок проходит, да? Нет. Смотрите, у нас для нас главный договор зарегистрированной купли-продажи. То есть произошла регистрация. Ну, с отметкой там, с этой печатью. С печатью, да. Что регистрация перехода права в собственность не вышла. Вот после этого у нас будет копия. Ну, на основании этой копии мы, соответственно, можем из ячейки там либо со счетом забрать средства, которые полагаются на какого-то награждения. Нет. Счет между кем будет. Немного отличия, понимаешь, что счет между кем аккредитивным. Между покупателем, да? Между продавцом и покупателем мы-то не уфигурируем в сделке. Вот в этом случае комиссия у нас должна идти под гарантий. Под что? Под гарантийное письмо. То есть не через ячейку мы комиссию получаем, а под гарантийное письмо. А гарантийное письмо от кого мы получаем? Мы выдаем гарантийное письмо. Но что в случае нерегистрации, мы эти деньги обязаны делать. Это уже не на счет. Это простая продажа. А вот тогда вопрос, соответственно, если происходит сделка через аккредитив, комиссия наша куда закладывается? Скажи, в ячейку или на счет? В ячейку. Можно в ячейку. Можно в гарантийку, как я только что сказал, забрать. То есть, мы ее задираем. И вообще желательно, чтобы наша комиссия не закладывалась в ячейки, а чтобы мы ее сразу заправили под гарантийное письмо. Это нужно обсуждать на авансе. Это у нас простая сделка. Продается покупатель, свободный. А есть ли у нас альтернатива? Ну, наверное, больше просто документов требуется по той сделке и по ЕЕ. Больше ячеек, правильная карта. Больше ячеек, скорее всего, будет. Давайте почку разберем. Однокомнатная квартира. Переезжает двухкомнатная квартира. Однокомнатная. Переезжает трехкомнатная. 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 Комнатная. Такая, там, денег. Угу. Какие у нас? Давайте еще суммы раз. Чтоб не порочено. Пять. Шесть миллионов. Доллар. Семь миллион. Доллар. Семь миллионов. Угу. Долларов в евро. Это не важно... Ну, там уже нужно. Копей. Ха-ха-ха. Давайте подумаем, кто у нас здесь получает деньги? Родорец 3-комнатной квартиры. А кто ему закладывает деньги? Однокомнатная. Кто покупает однокомнатную? То есть покупатель однокомнатный, он закладывает 5 миллионов. За квартиры это стоит 7. Остальное... Кто еще у нас закладывает деньги? Двушка закладывает. Который хочет двушку купить, миллион закладывает. Вот этот хочет двушку докладывает, 1 миллион. А что у него 1? И тот, кто хочет трешку купить, тоже докладывает миллион. Правильно. То есть здесь тоже возникает миллион. Вот у нас возникло 7 миллионов. Сколько у нас будет ячейки? 6. 2. 4. 4 нам больше, да? 4 нам одну. Была бы Ирина Гайдаш, она бы ответила. 3 будет как же. Да езди. А, ну, ты молчишь как железно. Она же чай и Ринджа. Это будет дополнительная комиссия. То есть грешка это железно. Потому что деньги, еще раз повторю, не мешаются. Да? Есть ячейка 5 миллионов от поступления денег от этого покупателя. Есть миллион доплаты, которая происходит от однушки до двушки. И есть миллион доплаты от двушки до трешки. Железно 3. Четвертый, если вдруг наша комиссия под ячейку. Мы уже решили с вами, что мы будем комиссию слирать под гарантию. Поэтому четвертый здесь. Под выписку, возможно, ячейку. А если в трешке 7 хозяев и каждый хочет в своем. Вот. Хорошая праза. То есть у нас пока мы обсуждали просто по квартиру. Здесь у нас еще что возникает? Собственники. Количество собственников. То есть здесь может у нас несколько человек, которые слышал 7. Есть такие, что вы с университетесь? Нет. Есть и у нас коры. Есть. 7 человек. Здорово. И они решили разбить вот эту сумму в 7 миллионов каждому по миллиону. Правильно? Неправильно. Тогда сколько у нас ячейок? 3. Они хотели в разные. Да, в разные. Кому до 350. Кому до 350. Кому до 8. Одно предложение к этим трем добавить 7. Нет, нет. По миллиону лежит ячейки. Давай 21. Что? 21 ячейка. Ты предлагаешь 21 ячейку? Давай все ячейки. Хорошо, будет 22 ячейки. Все, что есть. Так какое все-таки правильное мнение? 3 уже есть, по миллиону лежат там. Ну и что? Ну и люди забывают. Ну лежит 5 и 2 по 1. Еще 5 раз добавим. Еще 5. Зачем? Нет, 4. 4. Зачем вообще все. 4, смотри, 4. Там оттуда, там где 5 лежит. Мы возьмем по одной. По миллиону раз дыхаем по тем ячейкам и там один оставим. Правильно? То есть сколько еще мы должны ячейки? 4. Плюс 4. Правильно? То есть вот это все. А давайте рассмотрим, что 7 собственников, у них разная доля. Мы можем рассмотреть, но от этого сумма ячейки не поменяется. Да, то есть если каждый хочет свою ячейку получить, свои деньги, от этого какие бы доли у них не были, количество ячейки не поменяется. Ну почему, кому-то может нужно заложить миллион, а кому-то 500 тысяч. У одного доля под залогом, у третьего еще там... Лудники начались. И можно условия доступа, когда... Вот сейчас я к этому и подойду, к условиям доступа. Ну и здорово, да? Ну давайте не будем пока вот эти все ячейки, давайте вот просто там один собственник, ну чтобы было легче. Это потом можно транслировать и на другие. Повезло, агент. Покупатель, который вносит 5 миллионов, и на них ипотека. Он там вносит эти деньги. А продавцов, агент на 7? Нет. Может это так? В трехкомнатах? Ну у нас же побывает кто-то, востребован. У нас конец цепочки, где? Кто у нас вообще в этой цепочке получает деньги? Собственник трешки. У нас получает деньги продавец трехкомнатной квартиры. То есть вот эти все деньги будут закладывать его ячейки. То есть он везде будет эти деньги вынимать. То есть у нас здесь будет три ячейки. Раз, два, три. Сумы вот этих, 5 миллионов, миллион и миллион километров. Какие будут условия доступа? Регистрация ДКП в какую квартиру? Первый. Нужно. Первый или второй? А третий? Для начала. Наверное, все в трех. Правильно, потому что у нас это альтернативная цепочка. Да, то есть как минимум должно быть декоративная цепочка. ДКП однокомнатная квартира, ДКП двухкомнатная квартира, ДКП трехкомнатная квартира, чтобы продавец забрал вот эти деньги. Теперь давайте посмотрим, у этого продавца какие будут документы после регистрации? Какого? Ну, у трехкомнатной квартиры. Что он получит наруч? Денег. Деньги он не получит, пока у него каких-то документов не было. Ну, вы не сказали, у нас договор о предпродаже парадокомнатной, и также что двухкомнатная линия. Я оригинал, пожалуйста. Ну, либо нотариальный, выписка из домовой. У него не может быть ДКП вот этой квартиры оригинала, потому что мы его не получаем. У него будет доступ к ячейке по копии. У него не может быть оригинала вот по этой двухкомнатной квартире. Опять же здесь копия. А в данном случае кто копию не предоставляет от первого? Надо брать списку. Берется либо гарантийное письмо, если это агентство представляет его о том, что оно обязуется предоставить эту копию. Либо есть там частники, они пишут расписку, что они обязуются предоставить эти копии. И вот здесь у него уже будет оригинал. То есть, а вот в этой данной цепочке фактически все фигуранты, они общаются между собой через агентов. Ну, либо там они сами продают, почему нет? Ну, то есть, соответственно, либо идут за ними. Либо есть агент где-то, он может быть один здесь, он может быть один здесь, он может быть раз, два, три, агент. Ну, то есть, они в любом случае между собой общаются. Конечно, общаются. Можно еще подсказку дам? Помимо доверки и расписки на копию, нужно просто попросить, чтобы вас включили в доверку на регистрацию, чтобы вы на регистрацию могли прийти и только забрать. Вместе с тем, кто отдал. Вариант. То есть, вы уже мелоди того, что вам не отдадут документы. Ну, давайте скажем так. Здесь есть все равно, даже если вы не взяли, забыли взять эти гарантики, есть момент какой. У нас происходит для покупателя, что важно. Ну, вот, прошла регистрация. Что для него важно? Ну, физис освобождение. Физис освобождение. И что он хочет еще увидеть? Расписку получения денег. Ну, так, да, у нас расписка. Да? У нас есть все равно вот здесь расписка. У него есть, у него есть продавца, у него есть, да? То есть, для того, чтобы эту расписку получить, да, я могу запопросить. То есть, я могу себя подстраховать и в этом... То есть, с ключом отдашь еще и... Да, то есть, да, и вы мне ключ, а я вам еще вместе с копией расписки, вы получите от меня тогда еще свидетельство. Ну, ДКП-регистрация. То есть, реально, мы можем все равно это получить, да, то есть, ну, мы просто оригиналы не можем получить. Да, они нам не отдадут, как бы мы не хотели, чтобы мки-ячейки подошли с оригиналами. Поэтому мы здесь прописываем копии. Понятно, есть альтернатива? То есть, мы прямо в договорку предпродажи прописываем и в доступе? Да. Зарегистрированный договор. Я как писал, вот, в начале, простая продажа. Зарегистрированный договорку предпродажа. А, то есть, это вот эти вот моменты мы прописываем непосредственно... До условия? До условия в доступ к ячейке. Да. Ну и, соответственно... Ещё какие мы можем изобрать всем их вопросы? Какие ещё есть про доступ к ячейке? Здесь могут быть не три ячейки. Понимаете, да, почему? У нас же в этих квартирах могут быть... Люди зарегистрированы в какой-то ячейке. Ну, соответственно, так правильно. Единый жилищный документ, но запрашиваем. Ну, ещё просто можно дописать сюда какое-то условие в доступе. Ну, опять, в зависимости от того, какие условия у нас... Ну, здесь момент в чём. Давайте подумаем, да? Вот этот продавец отвечает за условия освобождения вот этой квартиры. Вот он захочет, чтобы я ему прописал вот сюда выписку из домовой книги по первой квартире. Ну, а он может не уступить. Не может быть разница. Не может быть разница. Поэтому по барабану он здесь не будет. Поэтому здесь у нас будет путь обсуждения, да? То есть какое, да? Что, возможно, какую-то сумму из пяти миллионов идёт удержание. Тогда вот здесь должна быть оплата не миллион, а больше. Это уже путь переговоров, да? Потому что либо я его освобождаю, снимаю с регистрационного учёта, то... Написание дорогих конкурентов и продажа. Либо, соответственно... Либо мы накладываем какие-то условия доступа на ячейки. На какую-то сумму. А это как? Смотри, я могу сделать отдельную ячейку... Ну, сколько, что он написал-то писал. Отдельную ячейку, да, по то, что... Вот смогут какая-то доплата. И вот продавец вот этой квартиры, он сюда платит, допустим, не миллион, а полтора, а пятьсот тысяч отсюда. Которые к нему потом вернутся. Ну, как пример. А, в случае, если он... Если он снимется с регистрационного учёта, предоставит эту выписку и зарегистрированный договор по своей квартире, допустим, да? Он их оттуда заберёт. Но это в случае невыполнения, опять же, договоренности. Да, если в случае он не выписан, тогда продавец, покупатель эту квартиру может забрать эти деньги и через суд его выписан. А в каких условиях, как бы... То есть мы это можем прописать, если мы на данном... Ну, мы видим, как бы, риск, то, что он не исполнит это. Или мы можем это прописать в качестве рекомендации, допустим? Это, наверное, обязательное. Ну, нет, это, давайте скажем так, не обязательно, это будет договоренность с другими сторонами. Вот все вот эти условия, давайте скажем так, все условия доступа к ячейкам нет обязательно. Банк не требует, есть только не ипотека. Вот если ипотека, он даёт форму на кредитное средство, что там должно быть предоставлено. Во всех остальных случаях, свободной продажи, где просто деньги, мы с нашей стороны, покупатель, допустим, с его стороны, и обсуждаем те условия доступа, к которым он пропишет договор. Банк только отслеживает предоставление вот этих документов. Понимаете, да? То есть он не затребовал, что ему писать, но вам будет вот это. Я, если прописал статью, блин, вылетело из головы, о том, что регистрация будет происходить совместная, да? То есть без регистрации вот этой, вот этой квартиры, вот этой, не произойдет общая регистрация, да? Вот каждого договора, да? То есть я вообще могу просто один договор указывать сюда, ячейку. Мне это не нужно просто всем прописывать. Может, мне вообще хочется. Да, то есть я могу, уже исходя из конкретной ситуации, понять, что мне нужно вот сюда прописать. Но в большинстве случаев так прописывается не так. Можно даже открытку, чтобы на Кимауцин ввезти. Можно. Можно. Банк просто отследить. Банку пофиг, а главное, ячейку. Я больше скажу. Он же даже не следит, какая сумма там лежит. Он не должен это знать просто. Он гарантирует только то, что к ячейке могут подойти, предъявить какие-то условия. Все. Прописанные в договоре, да? В договоре ячейки. А не в договоре по продаже. То есть какие-то условия. Все. То есть банк только за этим следит. Хотя есть один. Банки, которые берут опись так называемые, да, ячейки. Тогда они уже прописываются в договоре, что там в этой ячейке лежит определенная сумма. Ну, их мало. Какие вопросы есть? Просто? Ну, просто. Надо еще и переварить для того, чтобы все рассказать. А как все рассказать, если мы на правом деле услышали такое дело? Сказать так же. Да, с кухней понятно, как это делаете вы. А кому это сказать? Агенту? Не, не, нет. Ну, собственник, на который спрашивают. Ну, собственнику, да, нужно это рассказать. Зачем агенту-то рассказывают? Агенту-то. Агенту-то что-то. Агенту-то собственника. Агенту-то собственника. Не до всех можно достучаться. Какие еще вопросы есть? Вот, а им расчетов. Я раскрыл тему, которую в России? Так, и дитимы есть. Осталось рассмотреть, что делать, если у банка, где проходила сделка, забрали лицензию на следующий день. Здорово. Что такое отзыв лицензии у банка? Депозитарий под это не проходит. Депозитарий под это не попадает. Даже если заберут лицензию, депозитарий отдаст все, что есть. Да. То есть момент в чем, да? Если банковская ячейка по барабану, отозвали лицензию, не отозвали. Если счет, ты уже не по барабану. Здесь люди попали, потому что счета банка. Не, Лям-400 вернут, страховка оставляет. Лям-400 у нас гораздо больше проходит. А потом будете ждать, пока там конкурсный управляющий какие-то не найдет деньги, чтобы вам какую-то сумму еще выплатить. А еще бывает, что этот, в Питере, ограбили депозитарий этого, промсвязь банка. Ну давайте на этом мы никак не застрахуемся, да? Что бы ни происходит. А в таких случаях банк не смещает. Банк не возместит. Он еще раз повторяю. Он же не знает, что у тебя лежит. Он же не знает, что лежит в ячейке. Какая сумма там лежит. Он же не знает. Сколько он здесь стоит? Доллар составляет. Честно, не делал. Да, можно прокопаться, найти. Я помню, какой-то здесь рядом есть банк, который делает копис суммы из ячейки. Но, честно, не осуществлялся. Да, мы провожим просто через банк из ячейки. Но если нужно, мы можем прокопаться. А сегодня дело, что он подкастил? Да, потому что он тогда берет уже на хранение суммы денег, которую вы прописали в ячейке. Какие еще есть вопросы по взаимосвязанию? Нет вопросов? Бывает, что страхуют сделку, там, собственники хотят застраховать. Это не относится к взаиморасчетам. Не, ну бывает такое вообще? Ну бывает, а ты? А сколько составляет процент страхования на данный период? Никто не страхует. Если титул, если титул страхуют, то 0,8% на 3 года, 3% на 10 лет. Ну, в зависимости от стоимости и небежности. От суммы, которую вы хотите застраховать. Фактически, можно сказать. Да, то есть вы можете застраховать и на 10 миллионов платюр, которые стоят 5. То есть, подождите, 0,08% это 0,08% на 3 года, а не 3% если на 10 лет, да? Ну, по крайней мере, полгода назад такие будут расценки. То есть, можно вот застраховать любую сумму. Хотите миллион, застрахуйте от квартиры, да? То есть, вы можете застраховать разницу. Допустим, такая квартира продается с заниженной стоимостью, там, за миллион, ну, как вариант, да? А вы хотите, чтобы... А квартиры продают за 5. Да, то есть, ну, если происходит сумма расторжения, да, миллион, как бы вам должен ее платить? А вот как бы еще обсудить вот этот вот момент, ну, это пояснение касательно, как проходят сделки, когда по заниженной стоимости. То есть, когда я отображаю... Можно объяснить 2 минуты. Происходит что? Когда происходит квартира продаж по заниженной стоимости, у нас просто возникает не одна расписка от продавца квартиры, а две расписки. То есть, одна идет по сумме по договору, а вторая расписка идет, назвать может по-разному, но, большинство, неотъемлемые улучшения в квартире. Есть еще такая форма обязательства. То есть, не расписка, а обязательства в случае не расторжения вот этого договора по вине продавца, да, сумма какая-то возмещается. Есть разные формы. То есть, сумма для покупателя, она просто торопится. То есть, одна сумма идет по договору, вторая сумма идет остаток, давайте скажем так, на неотъемлемые улучшения. А сейчас до сих пор это все делается? Вроде сейчас 1 января уже все поступило в катастрофой стоимости. Пятнень-то я параллоком буду проводить, мы как-то нагрнемся. А, пятнень-то будет параллоком. Да, то есть, поэтому делается и сейчас. Я просто пока скажу, делается, а потом пойдем все. Ну, вообще. Все, время еще есть. Взаиморасчеты мы раскрыли, что еще хотели. У меня взят... У меня попался один такой интересный продавец, адвокат. Адвокат-адвокат. Я заявила, я буду проводить сделку с мамой и без ячеек. Вот. Вот, где по твоему мнению, это... Ну, давай посмотрим, что это подразумевает по словам без ячеек? Ну, если без закладки денег. То есть, она регистрирует услуги, а потом... Она кто? Продавец или покупатель? Продавец. Она готова на это строить? Да, она юрист. Она готова, конечно. Ну, давайте посмотрим ситуацию. Почему мы введены вот эти большинства... Можно, да? У нас что по договору прописано? Купле-продажа большинстве. Что взаиморасчеты проходят через день, либо через в течение трех дней после государственной регистрации права. Правильно? Здорово. Она юрист. Да? То есть, она прочитала этот договор и считает, что это правильно. Она готова подождать деньги. Когда вот пройдет регистрация, она их получит потом. Что происходит? Может произойти. Да? То есть, когда деньги лежат в ячейке, вы точно знаете, что деньги вон там. В данном случае, мнение твоего адвоката, произошла сделка. Классно. А покупатель, за это время что-то случилось. Жить не в разумной ситуации. Ограбили. Ну, как вариант, я тут слышал банк. Она говорит, а ведь человека почему нет? Да, то есть, дальше что? Потратил он деньги. У него там пять дней. Проиграл. Проиграл он деньги. Происпорил, подарил. Что происходит дальше? Регистрация произошла. Право собственности перешло на другого человека. Подождите. Давай деньги. Он говорит, нет денег. Что происходит дальше? Она успешно судится с ним. Да, происходит. Нет, но если она заинтересована... Ей нужно это? Да. Она юристу, ей нужно. А если ей только вот это нужно? Ей только вот это, наверное, и нужно. Нет, если вот это нужно, чтобы не спокойно ждать, когда пройдет регистрация, зная, что деньги лежат в ячейке, думать о том, что потом я еще и посужусь... Так она на этом еще и заработает. Она адвокат. А кого она будет представлять? Так у него денег нету больше. Что она отсудит? Она сама себе западет. Нет, момент в том, что сделку признает, скорее всего, недействительным. Почему? Потому что не произведем... Главный момент передачи денег. Да, то есть сделку просто признает. Ну, зачем нужно? Может, это завязывается в эти суды и все остальное? Ну, это мошенничество. Ну, да, тем более, когда... Это долг, где ты... Ну, это, в любом случае, она с каким-то таким особенным менталитетом. Она из Штатов повернулась, там, на один сет, прожила, поэтому доверяет всем. Да, считаешь? Ну, это ее право, да. То есть вдвоем, давай скажем так, право, желание, да. То есть ей рассказать о том, что может быть, не в Штатах, а у нас. Да, и кто тогда вперед заплатит вознаграждение? А пускай она после этого думает, да, то есть готова она на это пойти, не готова она на это пойти. Ну, понятно. Хорошо. А у меня такой вопрос. Если у нас, допустим, взаимоотношения с продавцом, и мы с ним обговорили все наши оплаты, вознаграждения, вот находится покупатель, который сам посетительный, просто отечественное лицо, без поддержки юридической или руководителя, и они готовы заплатить эту оплатуру больше не в счастье. Их уже никак, ни о чем не рассказывают. Так, смотри, еще раз. У тебя есть продавец, с которым ты обо всем договорились? У тебя есть сумма комиссии? Да. А зачем покупатель что-то сверху платит? Нет, ничего не может. Зачем? Я просто вопрос задавил, да? Хочу понять вопрос. Ой, как ты? Она больше на двух стульях посидеть просто. Нет, почему? На двух стульях. У тебя придется помогать, чтобы вы посетите. Да, работа все равно им тоже помогает. Тогда момент внесения аванса. Вы обсуждаете с покупателем. Кто? Хочешь? Я тебе тоже могу. Да, тогда это будет не авансовое соглашение, а еще и договорчик, допустим, на сопровождение, где вы описываете, сколько он должен тебе же платить за это. А если не надо, то есть не надо, его задача какая-то? Внести сумму, которая у тебя стоит, которую вы договорились, с которой хочется, он входит в твое комиссионное сограждение. А дальше ты хочешь, не хочешь, да? То есть принимаешь сумму эту, не принимаешь. Правильно? А сверху, ну, если он только пойдет на добровольный основной, заставить-то ты не можешь. Еще вопрос? Обнесение аванса, как правило, происходит, то есть аванс принимает компания. Ну, почему же? Тогда собственник принимает. А это залог? Ну, если на собственника ниже задаток. Задаток и аванс. Залог не было. Разница, понимаете, задаток и аванс? А как, они просто от руки, что ли, прописаны? Зачем есть соглашение, задатки, зачем? Нет, если они, допустим, без нас. У них же есть дома компьютеры. Да, на печатаре, подписали, внесли, какая разница. Или в компьютер-процент. Нам без разницы, кто принимает задатку или аванс. Нет, мы принимаем аванс. А собственник? Почему? Вы знаете, почему мы принимаем авансы, не задатки? Да, потому что потом двое надо возвращать. Правильно, потому что мы тогда принимаем на себя какой риск. Продавец отказался, мы должны покупателю вернуть двойную сумму. Потому что по законодательству аванс это одинарный возврат суммы. То есть мне вот 50-50 вернули. Если я принял задаток, мне внести 50-ый, должен вернуть 100. То есть в двойном размере. А есть ли ситуация, когда продавец все-таки берет задаток, берет его сам, то мы с ним как тогда... Ну мы вот здесь это проходим. А, мы под гарантией, к нам потом просто наше вознаграждение позвонятся. Наши вознаграждения мы можем взять на стилу. Под гарантией. Еще какие вопросы? Готов еще разобрать тему, у меня есть еще 15 минут. А вот регистрация в Москве и Московской области как-то отличается? Какие-то там какие-то документы? Вообще регистрация отличается только одним. Какой у нас покупатель? У нас покупатель со свободными деньгами, у нас покупатель с ипотекой, есть и у нас опека. Вот от этого зависит комплект документов, необходимое на сделку. А так не важно? Москва, Московская область? Если у нас свободные средства, у нас достаточно одного документа, в ИЖД, ну или выписки из домов книги. Если у нас появляется ипотека, нам уже возникает ключ. Для регистрации больше, скажем, достаточно, опять же, одного ИЖД. Это для банка необходим еще кадастр, вытажный план, все остальные документы. А вот если у нас опека, для регистрации еще требуется решение органов опеки. Какие еще вопросы? Майские праздники, актуальная есть тема, я думаю, что Сергей Павлович либо он поддержит, где можешь штуки пожарить. Могу предложить вариант у меня на дачу. Опа! Это приглашение? Да. Приезжаете с лопатой? Только в условиях договора сейчас я пропишу, подождите секунду. Давай сначала, где у тебя находится дача? 12 километров от вас стоит. Опа, мы уже согласны. Приезжаешь с лопатой, Иван? Да, вот молодец, мне нужно будет скопать грядки, привозите мясо, я обеспечиваю мангал. Не вопрос, то есть депозитарий, я обеспечиваю ячейку, все остальное ваше. Если он просто лопату привезет. Нет, копать ей надо. Один везет лопату, другой копает. Ваш выбор, мне все равно. Я дам поле работы, не вопрос. Я дам поле работы, не вопрос. А дача большая? Нет, я не про землю. Закопать можно всем, да? Вы что, еще и ночевать? Депозитарий месяц должен быть. Мы садим не успеем. На месяц дачу нам стоит. 25 дней. Какие еще вопросы давайте по теме, потому что мне нужно до 10, чтобы Риф возвращал ованс по моему варианту. А если раньше я соглашусь, мне придется это делать. Какие документы агент готовит перед сделкой и берет на сделку? Так, еще раз вопрос. Какие документы? Гарантийные письма, заявления, обязательства. Развивку, что мы берем в большинстве своем? Что нам нужно? Это проостанавливающие документы. Напечатанные ДКП. Доковора для продажи. Потому что их нам нужно подписать. Проостанавливающие это одни, это старые. ДКП это новые, которые нужно подписать. Что мы еще берем? В зависимости от того, какой у нас покупатель, мы берем ЕЖД 100%. Дальше в зависимости от того, что у нас по нашей квартире. Да, да. Опека есть, нету, да. Ну, в зависимости от этого, что у нас 100%. Что еще нам нужно будет? Гарантийные письма. Если наша комиссия идет под гарантийное письмо, как минимум, ГФР. ГФР на деньги. Дальше. Какие у нас еще могут быть гарантийные? Подготовленную расписку. Напечатанную расписку, которую напишут от руки. Поверки на регистрацию. Поверенности на регистрацию. Плюс у нас возникают какие? Если мы регистрируем, то есть наши, что мы еще предоставляем? Гарантийные письма на документы. Плюс еще что может быть? Ключ. Да, то есть у кого будет храниться ключ, по-моему, в связи? У покупателя. У покупателя. Но на покупатель что тогда предоставляет? Расписку, что ключ даст. Либо расписку, либо гарантийку. Если наш клиент покупатель, то мы готовим тогда еще гарантийное письмо. Ну, нахренеть. Все. Хорошее настроение. Ну, вот мне спросили документы, ведь, ну, конечно, настроение не подходит под слово документы. Как вы считаете, Дмитрий, с нового года ввели закон о банкротстве. И теперь любую сделку можно признать недействительной, если у человека были какие-то долги. Может быть, потребительские на 50, а может на 700. И если сделка произошла, да, и сделку через год признали недействительной. Агент с любой стороны, как должен об этом позаботиться. И, как бы, вот это... Это реальный случай жизни. Наш покупатель, агент покупателя, очень сильно этим озаботился. Заставил нас взять справку, выписку из Бюрокредитных Историй. НБКИ. Что это ему дало, я так и не понял. Но то, что на нем не висит долговый. Долги у него там, да. Да, НБКИ, она показывает кредитную историю. То есть у него нет долгового кредита. Хорошо, если он все равно их сделает, эти долги. Последующим сделает? А я что, не могу купить квартиру, имея долгих банков? Можешь? А что это закон? Нет, он согласен. Закон сырой, и он гласит о том, что действительно могут... Это то же самое, давайте скажем так. Когда была приватизация, да, то есть это будет как смотреть... Уже практика судебная. Пока не могу сказать, как это будет смотреть при расторжении. А почему планет? Да, он еще сырой, потому что, допустим, до 93-го детей не вносили число собственников. Да, тоже вроде потом приняли, сделали хорошую вещь, да, детей обязательно в порядке стали вносить число собственников. Но он имеет, вот тот закон имел обратную силу, да, то есть дети, которые были тогда не внесены, они потом могли отсудить свои долги, да, то есть поэтому здесь в данном случае не знаю. То же самое, как сейчас ввели материнский капитал, когда, да, то есть... Регламент они регулируют, вот у меня, допустим, три долга, там, по 50 тысяч, да, перед банком. Ну, где-то у меня были просрочки, то есть... Сергей, банкротство в 500 тысяч, насколько я помню. Да, да, но я делал... Если ты слышу 500 тысяч, тогда можешь себе признать банкрот. И если ты их не можешь вообще... При этом банк все равно прошерстит тебя вдоль и поперед. Это понятно, в интернете много информации, что если у тебя не большой долг, там, но если у тебя 200-300, значит, ты изначально задумывал продать квартиру, уйти на банкротство. У тебя еще нет 500 тысяч, но у тебя есть 200 тысяч. 700 там... ну, не 700 тысяч, ну, 200 тысяч-300. И потом могут признать, что это было по... Ты знаешь, процедура банкротства, она сама по себе очень сложная. Доказать, что ты банкрот, это еще надо так извернуть. Давайте так, это пока все сырое, да, то есть я не буду вне завтра. Я и сам что-то говоря, это пока не... А тем более на момент проведения сделки он же не признан банкротом. Ну, с того же она длится... Ничего, а вот эти БНДНД, это не тоже нужно банкротство? Нет. БНДНД это для проверки квартиры. Они для регистрации не нужны. Поэтому... А с лагерой с собой еще супруга, у кого... А это случай, если совмечет на нас это имущество? А если это наследство, то это не нужно. Ну, это не наследство. То есть, не наследство. Нет, да, вот это муж с женой. Муж оправление себя собственной, да, жена в этом моменте. Тоже какое-то разрешение, что он ведь собственной поменяет. Ну, для покупки, как я знаю, сейчас в регистрационной палате не требуется согласие супруги. Для продажи, да, будет требоваться. А в каких случаях? Ну, в тех случаях. Согласие супруги требуется только в одних случаях. Если это были восьместные сделки. То есть, трата семейного предзюжета. Это что такое? Это договор купли-продажи, это новостройка. Если квартира досталась одному из супругов, даже в браке. А если до? Если до не считается. Давай еще пока пара карту расскажу. А если в браке одному из супругов досталось по наследству, дарению, либо приватизации, то есть это безвозмездные сделки, согласие второго супруга на продажу такой квартиры не требуется. Это считается несомместным? Нет. Если были траты семейного бюджета, то есть покупка, то это, неважно на кого квартира оформлена, это совместно нажитое имущество. Есть исключение, если составлен брачный договор. Если есть брачный договор, в котором указывается, что квартира куплена в браке, оформлена на декабре дохода, является единоличной собственностью, тогда согласие супруга на отделку не требуется, требуется брачный договор. Если квартира куплена до брака, это единоличная собственность. Она не является совместным нашим обществом. А вот если, допустим, квартиру хотят сделать, чтобы два было собственника, это как? Просто выдаются документы... Смотрите, да, если есть квартира, они хотят выделить какие-то доли. Есть такое понятие соглашения о пределении долей. Прямо вот это в банке будет прописано, да? Зачем? Ну, вот когда... Вы продолжите. Зачем договоры? Есть такое понятие соглашения о пределении долей. Делается у нотариев. Просто выдаются на регистр. Можно дарением оформить, если для лицо какую-то постороннюю часть долю от квартиры, допустим, одну-вторую, перед подавить там... Можно. Почему-то сделать. А как тогда в свидетельстве прописывается? Одна-вторая доля. Нет, а в том случае как... Мы хотим, чтобы нас, допустим, трое было в свидетельстве, да? Без определения дарения. Свидетельств у вас не будет трое. На каждого... Есть только вот... Давайте скажем. Если это квартира в большинстве своем, да, сейчас, по-настоящему, да, я в договоре могу указать хоть 10 собственников, вот, покупателей. Да, то есть на каждого будет своя доля. Я могу даже определить доли, что там первому одна-вторая, второму там одна-десятая. И вот так до конца могу списать неважно. И каждый на свою долю научит свое свидетельство. Да, да, да. Ну, то есть я имел в виду, что... Это можно и в момент сделать и сделать. То есть я могу оформить в момент покупки квартиру на сколько угодно человек. Ну, то есть эти данные я имею в виду, что прописываются в договоре купли-продажи. В первоисплощеннике образования, соответственно... Дим, смотри, вот, скажем, люди хотят продать квартиру и им нужно с ребенка наделить какой-то собственностью, например. В обеке. Да, и вот они выделяют какую-то сумму, они вот хотят купить у нас комнату, да, которую я продаю. И они говорят, вы можете выше там стоимость поставить? Ну, то есть как... Они хотят, видимо, какую-то... Они хотят ребенку дать меньшую долю за большие деньги, вот и все. Для того, чтобы по документу в обеке... Чтобы человек был наделен долей, которая либо дороже... Либо не меньше по площади доля, должна быть в обязательном порядке, плюс сравнимо в ценовом диапазоне. Да, то есть, но только это не от суммы договора. Это либо от оценки... Пеки ДКП не показывают. Да, либо от оценки, либо от кадастровой стоимости. То есть, неважно, какую-то сумму в договоре выше покажешь, ниже, да, для опеки. Это неважно. Важно, сколько кадастровая... Либо кадастровая, либо оценка. Молодцы, а по-моему, долей не занимается. Лучше кадастровая. Вопросы есть еще? Нет. Все, тогда вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.